Электротехнический завод в областном центре планируется запустить в августе. Годовая мощность предприятия – выпуск 13 тысяч единиц различного электротехнического оборудования. Для своих сотрудников руководство компании распорядилось о строительстве жилья. Здесь трудоустроят более 300 человек. Новый завод посетили депутаты мажориса парламента Республики Казахстан. На 17 тысячах квадратных метров когда-то заброшенного склада разместятся пять цехов для изготовления современного и качественного электротехнического оборудования. Реконструкцию здания начали в прошлом году. Реализация выпускаемой продукции планируется как по Республике, так и в страны Евразийско-экономического союза. Оборудование уже запускаю, будем запускать. Часть оборудования уже поступила, имеют уже на складе стоять. Ждём теперь специалистов с Европы, которые будут монтировать это оборудование. Было выделено порядка миллиарда тенге, чтобы мы могли уже обновить корпус этого здания. Это вот наружные работы были выполнены за счёт бюджетных шляхов. А внутренние уже работы производятся за счёт инвестора. Общая сумма инвестиций просто в здание порядка 3,5 миллиарда. Трудоустроят порядка 300 человек. Для них строят две многоэтажки. Жильё для рабочих будет арендным. Те, кто захочет выкупить свои квадратные метры, смогут сделать это без первоначального взноса и беспроцентно. Можелесмены планы нового завода одобрили. Этот завод, который в северном Казахстане не был раньше, в Кентал и в Уральске они работали. Но когда планы сейчас представители данного завода, на проектном мое, что они выйдут в следующем году, я думаю, заработают. Работать людям, переселенцам, работникам именно этого завода будут созданы все необходимые условия. В пяти районах были области, сегодня находимся на предприятии города Петропавловска. Основные проблемные вопросы – это, конечно, население волнует у нас дороги. И это водоснабжение. Большая проблема сегодня в водоснабжении. Порядка 90% – это износ водоразводящих сетей. Работа в данном направлении ведется. К концу этого года на заводе планируют выпустить до 3000 трансформаторов. В перспективе выпускать ежегодно до 13 тысяч единиц электрооборудования на сумму 12 миллиардов тенге. Наталья Итова, Рустам Тлюжанов, Служба новостей.